Светлый день Как плацдарм для нападения Напоминает вот эта летописная миниатюра А у хана Ахмата были свои счеты с Русью Хан Ахмат начинает форсировать берег И встречает жесткое сопротивление Слева берега палят пушечки Более ста пушечек Тюфики и пищали были установлены Вдоль бродов, перелазов и перевозов Хан Ахмат к этому тоже был не готов 17 бродов по неширокой угре Позволяли Ахмату надеяться на скорую расправу Со смелевшим московским князем Иван Третий к моменту стояния почти 10 лет Как перестал платить дань Орде Хан предлагал вернуть долг с процентами Но Русь решилась на большее Окончательно покончить с татарским игом О чем повествует знаменитое полотно Шустова Иван Третий разрывает ханскую грамоту Он обратился за помощью Духовнику Васяну Потому что он находился В немирном состоянии Он колебался Откупиться, заплатить дань Может быть что-то отдать Ахмату, чтобы не было войны Или пойти воевать Это было правильным решением Которое привело к победе И рождению московского государства Предания и артефакты Напоминающие об этом событии Бережно собирают и сберегают Свято-Тихоновой пустыни Расположенной рядом с местом Генерального сражения на Угре Основатель монастыря Преподобный Тихон Калужский Был родом из Киева Но ему пришлось покинуть родные пенаты Из-за набиравшего там силу католичества Он принял монашеский постриг в Москве Но удалился и из Первопрестольной Так как искал полного уединения Но когда обрел его в Калужских лесах К нему потянулись ученики А в 1480-м пришло еще и войско Московского князя Чтобы биться с Ахматом Тихон Преподобный благословлял Наши войска Благословлял это сражение И то, что все закончилось То чудесным образом Говорит о молитве Тихона Преподобного Чудеса оказались неисчерпаны И в наши дни Когда пришло понимание Что битва, которая позволила состояться Русскому государству Заслужила увековечения Денег у монастыря было Разве что на картину 10 на 12 С наивной подписью Но средства вдруг Стали появляться в таком объеме И с такой интенсивностью Что за год удалось возвести Вот такой музейный комплекс С диорамой Объемным живописным полотном Известного художника Павла Рыженко Здесь напоминают Что эта битва не далась бескровной А термин стояния Не стоит трактовать прямо Войска стояли Вытянувшись на 60 верст По Угре Но они ежедневно сражались С сентября по ноябрь Отражая попытки ордынцев Перейти реку Впервые русские массово Применили огнестрельное оружие В полевых условиях Хронист писал Нашими стрелами и пищальми Многих побише А их стрелы Межнаших подяху И никого не уязвляху К наступлению холодов От мороза В 1480-м В конце октября Говорят летописи Глазам смотреть было больно Иван Третий отозвал войска От Угры к Боровску Чтобы выиграть время И накопить силы Было ясно Что Ахмат перейдет Замерзшую реку Как по земле Но тут случилось то О чем и мечтать нельзя было Представляете С 62 верст Движутся войска Хан Ахмат Видя это Принимает за ловушку Он думает Что его заманивают На левый берег Угры И постояв еще несколько дней Эпидемия войски Пойдешь кониться С 26 октября Нечем кормить Под ножи корм Исчез Вдобавок На подмогу Ордения Явился как обещал Казимир IV И хан Ахмат Решил отступить А с русскими Разобраться в другой раз Церковь объясняет Это прежде всего Разошло благодаря Всеобщей молитве Русского народа Пред чудоордом Иконам Божьей Матери Владимирская Ибо когда Иван Третий узнал Что Ордынское войско Идет на Москву Была из Владимира Принесена Четверная икона Владимирской Божьей Матери И в Кремле Уносили постоянные Мальтословия Под этим Четверным образом Кстати Кремль Успенский собор В нынешнем виде Итальянец Фиараванти Возвел по указу Ивана Третьего Всего через несколько лет После стояния Московское княжество Стало государством Российским Орду разорвали Междуусобицей После смерти Хана Ахмата Его убили соплеменники Спустя всего два месяца После отступления От Угры Название Калужского села Палатки Хранит память О месте где стояли Шатры последних Ордынских отрядов В 15 веке В этих местах Был городок Апаков Который татары Отступая Сожгли И здесь же По мнению историков Войска Хана Предприняли последнюю попытку Перейти реку И отправиться на Москву Но они были В итоге отбиты русскими И возвращаться пришлось В своей степи Никита Корзун Павел Качур Илья Поличук И Наталья Тарасенко НТВ Калужская область Продолжение следует...